Глава города берет справки. Владимир Шарыпов проверил работу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Проверку мэр решил провести на личном опыте. Попросил оформить справку о месте жительства, а также пообщался с посетителями центра. Сегодня задача у меня была ознакомительная. Я поговорил с людьми, которые в принципе подтвердили то, что никаких жалоб и нареканий серьезных у них на работу нашего многофункционального центра нет. Пообщаемся и с сотрудниками предприятия, и с руководством уже удалось переговорить. Понятно, что мы сейчас будем и вводить дополнительные услуги, в том числе для малого и среднего бизнеса. Первый МФЦ появился в городе 15 лет назад. Новые отделы, а сейчас таких три, открыты под известным всероссийским брендом «Мои документы». Ежедневно сюда приходят более 800 горожан. Они получают 130 видов услуг. Последняя новинка в МФЦ появилась в феврале. Тогда начали выдавать водительские удостоверения при стечении срока использования и по утрате. Предполагается, что с июля эту услугу можно будет получить во всех отделениях центра. Сейчас сотрудники МФЦ стремятся к тому, чтобы клиенты могли получать любые услуги онлайн. Есть два пути получения услуг. Это в электронном виде получать услуги и через МФЦ. Только два пути. Конечно, мы приветствуем, чтобы люди все были информационно грамотными и у всех имелись личные кабинеты и получали они, не выходя из своей квартиры. Через личный кабинет на сайте люди смогут получить или обменять паспорт, зарегистрировать права собственности, оформить СНИЛС, ИНН, медицинский полис, получить различные выписки и справки. Еще одна задача наладить электронный документооборот между функциональным центром и администрацией. С администрацией электронный документооборот нужен для того, чтобы просто не носить документы. То есть в настоящее время с пенсионным фондом уже полностью переведена работа на электронный документооборот. По словам специалистов, качество работы в центре на высоком уровне, а самое большое достижение – это культура сервисного обслуживания. Руководители и работники отделов центра планируют эту планку удерживать. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.